Ребята, привет! Вы не представляете, сколько раз за эту неделю я передумывала делать сегодняшнюю тему. То мне казалось, что материал недостаточно научный, книга, на которую я опираюсь, слишком бытовая. Это интересно только женщинам. И вообще, давайте лучше про эффективность, продуктивность, но только не про стыд. И потом я поняла, что как раз мой дискомфорт с этой темой сигнализирует о том, что именно ее нужно взять. Поэтому сегодня поговорим о неудобном, неприятном чувстве стыда. На тему меня натолкнул следующий комментарий. Я всегда была уверена, что мой ребенок истерит, потому что я отвратительная мать. Я была уверена, что это результат моих ошибок, за которые так расплачиваюсь. Что делать с обостренным чувством вины? У меня чувство вины от моей мамы. Она всегда и до сих пор считает себя виновной перед старшим братом, и я боюсь, что иду по ее пути. Жанна, спасибо вам большое. И вообще мне хочется поаплодировать всем, кто пишет такие честные комментарии, потому что я понимаю, что показать свою уязвимость требует большой силы. Я надеюсь, что сегодня опосредованно на ваш вопрос отвечу. И в описании оставлю ссылку на статью на английском, которая, мне кажется, точно отвечает на ваш вопрос. Чувство вины тесно связано с чувством стыда. И часто эти понятия путаются. И в своей книге «Великие дерзания» Брене Браун объясняет разницу между виной и стыдом. Вина – это когда я сделал что-то плохое. Стыд – это я плохой. И если чувство вины в разумных пределах может быть полезным, потому что указывает нам на то, как правильнее себя вести, то чувство стыда, по мнению Браун, абсолютно токсичное и разрушительное. Стыд – это страх разъединенности и вера в то, что из-за моих недостатков меня невозможно любить или принять. Это универсальное чувство, его испытывают все, кроме, пожалуй, социопатов. При этом женщины и мужчины переживают чувство стыда одинаково, но у них для этого есть разные поводы. Исследования Браун показали, что для женщин фактор стыда номер один – это внешность до сих пор. Я недостаточно красивая, худая, молодая. И не будем далеко ходить за примером. Если вы посмотрите оскорбительные комментарии на ютубе, то, как правило, они направлены на внешность. Меня с кем только не сравнивали. Начиная, по-моему, с барабанщика металлики, заканчивая какой-то там постаревшей моделью. И периодически я получаю комментарии типа «Ну вы же красивая, молодая, подчеркивайте это, подкрашивайтесь». Ребята, которые это пишут, кто вам это сказал? Я серьезно спрашиваю, задумайтесь, кто вам это сказал? На втором месте в списке причин стыда у женщин находится, как ни странно, материнство. Материнство тесно ассоциируется с женственностью. И женственность оценивается по тому, где мы находимся по отношению к нашей роли матери. И Браун делает отличное наблюдение. Я думаю, что сейчас меня поймут многие женщины. Нас спрашивают, почему мы не замужем? Если замужем, почему нет детей? Если есть ребенок, почему только один? Если несколько, почему такая большая или маленькая разница? Если работаешь вне дома, а как же дети? Если сидишь дома, какой пример ты показываешь детям? И так далее. У мужчин основным триггером стыда является слабость. Ни в коем случае нельзя показать, что ты слабый. И возвращаясь к примеру YouTube, посмотрите оскорбительные комментарии у мужчин-блогеров. Как правило, они касаются либо мужских качеств, либо достижений. Как же справиться с чувством стыда? Браун предлагает понятие сопротивления стыду, стыду устойчивости, если хотите. И этот процесс состоит из четырех элементов. Первый шаг – это признать стыд, понаблюдать, как мы его ощущаем. Второе – это соотнести свои ощущения с реальностью. Подумать, вот эти мои ожидания, которые вызывают стыд, они отражают то, что я хочу, или то, что требует или хочет кто-то другой. Третье – обратиться за помощью. Речь идет об эмпатии. Браун советует поделиться своим чувством стыда с близким человеком, который нас любит. Четвертое – проговорить свой стыд. Стыд не терпит открытости. Как говорит Браун, мы больны настолько, насколько глубоки наши секреты. И я никогда об этом не задумывалась, но поняла, что интуитивно всегда следовало этому правилу. Я просто физически не могу удерживать в себе какие-то проблемы или некомфортные чувства. И когда возникает какая-то неловкая ситуация, я обязательно звоню маме или делюсь с Рафой или сестрой. Я не знаю, хорошо это или плохо, но, возможно, именно поэтому у меня никогда не было каких-то глубоких переживаний и проблем с самооценкой. Но главное средство против стыда, и это, пожалуй, основное понятие в исследованиях Браун – это уязвимость. Для меня уязвимость – это смелость показать настоящего себя. Напишите, кстати, свое определение. Интересно. Уязвимость – это? Нужно понимать, что уязвимость – это не слабость. И Браун дает примеры людей, которые выступают на Тедди, подставляются, показывают свою уязвимость, но никто не видит в этом слабости. Наоборот, это воспринимается как храбрость. И если вы подумаете о тех людях, которые вас по-настоящему вдохновляют, то увидите, что это люди, которые не боятся своей уязвимости. Да, быть уязвимым некомфортно. Да, кто-то может этим воспользоваться. Но это единственный способ совершать большие достижения, создавать близкие отношения и быть по-настоящему счастливым. И закончить я бы хотела цитатой из книги. Это отрывок из речи Теодора Рузвельта, в которой он говорит о человеке на арене. У каждого из нас своя арена, но любой, кто что-то делает, так или иначе находится на арене. Итак. Вот такие слова, ребята. Ребята, дерзайте, и стрелки на глазах здесь ни при чем. Ребята, для тех, кто хочет глубже поработать со своими убеждениями, я наконец-то сделала упражнение на мрачного ребенка. Вы очень много просили, но дело в том, что когда я предлагала, я не подумала об объеме работы. Оказалось, что там большой материал, и я решила сделать это в письменном виде. Мне кажется, что так будет комфортно, потому что это все-таки глубокая индивидуальная работа. И у меня теперь есть блог на Medium. Спасибо большое пользователю. Он AK, извините, не знаю имени. Отличный ресурс. И пока не будет сайта, я там с вами буду делиться дополнительными материалами или какими-то текстами. Так что проходите, ссылка в описании, и тогда свои какие-то отзывы пишите там же на Medium. Все, до следующей недели, пока! Субтитры сделал DimaTorzok